Сейчас я хочу пригласить в эфир Марата Амировича Монбаева с итогами предыдущей недели. Марат Амирович, всем добрый вечер. Рад вас видеть, рад вас слышать. Да, сразу перейду, наверное, к итогам нашей недели. Ребята в принципе поработали хорошо и очень хороший показатель у нас получился по биткоину. 1,47% это доходность за неделю прошедшую. По биткоину ребята, можно сказать, практически взяли 100% из 100. Чуть хуже, так скажем, поработали на USDT и эфириуме. 1,29% это показатель по эфириуму и 1,40% по USDT. Да, большой процент ошибок. Возможно, ссылаюсь. Да, ребята практически 15 недель подряд были в таком достаточно экстремальном режиме и вот после закрытия кассового разрыва немножко, может быть, расслабились. Ну и сам рынок, он был достаточно таким волатильным и, ну, таковы результаты. Но я считаю, что все равно ребята молодцы. То есть, это не пятерка, но, скажем, такая твердая четверка по USDT и эфириума и пять с плюсом по биткоу. Ну, то есть, кто торгует, кто активный трейдер, они, в принципе, наверное, понимают, о чем я говорю. И мне бы хотелось этот, ну, таковы результаты нашей недели. И мне бы хотелось огласить какие, ну, цифры, какие мы будем начислять в качестве компенсации по упущенной выгоде. Как я уже говорил, мы практически 14 недель с общей, так скажем, помощью, да, там, закрывали кассовый разрыв. На самом деле, мы его начали закрывать там с декабря, ну, своими силами, так сказать, да, там. И спасибо, наверное, коллегиальному совету от лица амбассадоров, которые настояли, скажем, на вот этой антикризисной программе, ну, и явились, может быть, там, основными разработчиками. Ну, и, соответственно, это помогло нам, ну, существенно быстрее двигаться и на данный момент, ну, очень сильно облегчило, ну, оперативную работу, да, там, с точки зрения трейда. И я думаю, что мы в будущем будем уже радовать более, ну, скажем, лучшими результатами. Ну, на самом деле, ребята работают достаточно отлично, да, там, и сейчас уже руки немножко развязаны, хотя, может, портфель мы еще полностью не перекроили, но многое уже сделано. Я думаю, что до отчетного вебинара, который вот состоится в субботу, отчетный вебинар за июнь месяц в 10.00, как всегда, первую субботу месяца, я думаю, что все цифры будут подбиты, ну, с точки зрения, там, по портфелю, и я там доложусь, так сказать, по уже нашему обновленному портфелю. То есть там, в основном, наверное, это средняя точка входа. Итак, цифры, ну, я, может быть, суммы оглашу, которые мы будем компенсировать в виде АФТЕ за недополученную прибыль. И общая компенсация по накопительному счету, то есть 50 процентов, которые наши инвесторы недополучали, это 138,60 это биткоин, 3570,29 это эфириум и 12 139 567 USDT. Это общая сумма, в которой наши инвесторы помогли нам в качестве компенсации, в качестве, ну, на погашение кассового разрыва, да, там. И в конце июля, в начале августа мы будем уже начислять в личный кабинет, нет. Я чуть позже скажу уже, как технически это будет. И на момент начисления, то есть вот биткоины и эфириум, это те суммы, которые должны быть у вас в качестве дохода, должны быть у вас на счетах. Ну и по факту их нет, получается. И мы сейчас зафиксировали сумму, и в момент начисления АФТЕ будет браться именно текущий курс. То есть они должны были быть у вас на кошельке и, соответственно, в момент начисления, как будто вместо биткоина и вместо эфириума, мы будем вам начислять АФТЕ по текущему курсу. То есть те ребята, которые имели счет накопительный в биткоинах и в USDT, получат компенсацию в АФТЕ вот по такой логике. Если взять текущий курс, например, 20 тысяч там 750 это по биткоину и там 1185, к примеру, USDT, то это сейчас скажу. Это где-то приблизительно 16 миллионов 751 тысяча. То есть на... я тут одну ошибку заметил. Сейчас быстро ее в прямом эфире исправлю. То есть в цифрах, да, это моя ошибка. То есть 16 миллионов 751 тысяча 520, ну если это по текущим курсам. Соответственно, в конце июля, в начале августа какие курсы будут? Ну вот как и Андрей сказал, да, там. И кто был на презентации Сергея, сегодня была презентация MVP-версии нашего блокчейна SolarChain. Есть определенные ожидания на конец июля, на начало августа по биткоину, ну или по всем криптовалютам. Ну и соответственно... Так, еще одну ошибку нашел. Прошу прощения. Нет, все-таки... Сейчас, сейчас, сейчас. Точные цифры оглашу. 19 миллионов 246 тысяч 400. Это, я может, там от волнения. То есть я слайды сам не вижу, а я смотрю на свою... на своей табличке, да. И в своей табличке, видимо, там, когда копипастилась, какие-то ошибки. 19 миллионов 246 тысяч 400. Это, если по текущим курсам брать. И также у нас предусмотрена компенсация по Sunrise программе. И общая сумма по Sunrise программе получилась у нас 118,80. Это биткоин. 3060,25. Это эфириум. И 10 миллионов 405 тысяч 343. Тоже, если брать по текущим курсам, это будет 16 миллионов 496 тысяч. И общий суммарно компенсируется в виде АФТЕ 35 миллионов 743 тысячи 315. И мы к этому еще... Вот кто смотрел мою презентацию, мы к этому еще добавим 10 процентов по упущенной выгоде. Ну, грубо, уже на сегодняшний день там около 40 миллионов. И как я уже объявлял на презентации, мы также продолжим выплачивать компенсацию плюс 10 процентов полной фактической доходности до полного восстановления вывода. Ну, и как я уже говорил, что приблизительно 50-60 миллионов будет выплачено в виде компенсации. Ну, и, соответственно, это дает возможность попадания в управляющий совет пятерым-шестерым представителям, которые будут иметь полный доступ ко всей внутренней информации управляющей компанией «Мир финансов». Еще раз хочу поблагодарить всех инвесторов за эту поддержку. Действительно, это очень сильно помогло, ускорило процесс, да, и на сегодняшний день, ну, дальше, в общем, будет намного легче. И что сейчас делается, да, там, ну, вот, как я уже говорил, что мы пересматриваем все свои ордера. Ну, некоторые ордера пока еще мы не закрыли, но часть, большую часть уже закрыли. И, соответственно, будем уже выстраивать портфель таким образом. Наверное, надо пояснить вот стратегию «купи и держи», да, то есть, когда мы, например, там покупаем, вот, как приумножается биткоин или как приумножается эфириум. При растущем рынке, да, там, получается, под залог биткоина, вот, например, у нас на сегодняшний день, там, более двух с половиной тысяч, да, там, биткоина, да, там, в портфеле. И, соответственно, при росте рынка мы просто под залог этого биткоина берем USDT, на USDT покупаем биткоин, соответственно, он растет в цене. Потом, так как мы брали в кредит USDT, соответственно, мы, чтобы погасить USDT, продаем часть биткоина, да, там, купленного по более дешевой цене. Ну, и, соответственно, оставшаяся часть биткоинов мы распределяем в качестве дохода, но это совсем, если простым языком, да, там, и, соответственно, вот мы купили и держим. И в момент открытия этого ордера мы сразу хеджируем позицию, то есть, на другой бирже, там, ну, то есть, раскидываем эти, ну, то есть, все биткоины, они распределены по разным биржам. Соответственно, на части бирж мы, там, берем кредит и, соответственно, покупаем биткоин и ждем роста, а на других биржах мы, наоборот, по той цене, по которой мы купили, мы ставим ордера, чтобы защитить от падения. То есть, соответственно, если рынок пойдет вниз, то на других биржах, вот на этих биржах мы купили биткоин, на других биржах, соответственно, мы открываем шартовые ордера. И если рынок идет вниз, то мы, скажем, условно ничего не теряем, да, и видим, когда разворот рынка, и, соответственно, те шартовые ордера закрываем, да, и у нас изменяется средняя точка входа. Такая же стратегия по эфириуму, да, и на сегодняшний день вот то, что ваша помощь в сокращении кассового разрыва, она дает возможность перекроить весь наш портфель. То есть, можно сказать, до отчетного собрания портфель наш будет в чистом виде. То есть, вот есть биткоин, есть эфириум, есть USDT, да, и, соответственно, каких-то там залоговых там историй с точки зрения там открытых ордеров. Ну, возможно, мы к этому времени уже выработаем какую-то стратегию и часть там ордеров уже разместим на открытие долгосрочных позиций. Я уже тоже давал вебинар по поводу прогноза своего рынка, своего прогноза рынка, да, там. Ну, и, соответственно, планируем где-то от 16 тысяч закупать уже на долгосрочный, в долгосрочный портфель. То есть, и есть прогнозы, что цена может спускаться гораздо ниже. И, соответственно, ну, то есть, эти ордера уже будут уставляться в ближайшие дни, да, там на закуп. Потому что цена может быстро сквизануть вниз, ну, и, соответственно, чтобы мы могли свой портфель пополнить, ну, вот, долгосрочный портфель пополнить такими активами, то есть, ну, и, соответственно, будем торопиться. Вот, и по средней точке входа я отчитаюсь вот на отчетном вебинаре. То есть, у нас средняя точка входа была там выше 42 тысячи, все вот эти защитные ордера у нас были от 42 тысячи. Соответственно, вот эти ордера мы сейчас закрываем и, соответственно, изменяем среднюю точку входа. Она будет подсчитана к отчетному вебинару. Ну, вот сейчас предварительно это вот в районе, ну, текущих курсов. Это 20 тысяч 750. Наверное, у меня на сегодня все. Надеюсь, обратовал этой информацией. Остальное, вот, мне ребята, скажем так, дали такую возможность там на дайджест не приходить. Но я постараюсь быть частым желанным гостем на дайджесте. Ну, на криптомире мы точно будем как бы встречаться каждую неделю. Приходите туда со своими вопросами. Ну, и, соответственно, все какие-то новости от меня я буду там оглашать и объявлять. Ну, и, естественно, какие-то горячие, скажем так, хорошие новости. Ну, и там, возможно, и на дайджесте буду частым гостем. И тоже какие-то новости буду объявлять на дайджесте. Все, всем большое спасибо. Жду вас в наблюдательном, в управляющем совете. То есть выставляете свои кандидатуры, уже можете пока предварительно, так скажем, проводить какую-то предвыборную кампанию. И очень надеюсь на то, что мы в кратчайшие сроки соберем управляющий совет и еще один такой сделаем большой шаг в своем развитии. Всем хорошего вечера. До встречи. Большое спасибо, Марат Амирович. Также присоединяюсь к вашим словам. Всем огромное спасибо за вашу поддержку, за участие, за вашу активность в чатах, за ваши вопросы. Переходите на вебинары, чтобы разобраться, что такое токены AVTE, FTE, AVTE и так далее. Очень много информации. Да, сложно, но чем чаще вы будете посещать вебинары, тем проще вы будете усвоить эту информацию. И тем глубже вы погружаетесь в экосистему и начнете лучше разбираться во всех ее возможностях для вас. Всем большое спасибо. Увидимся скоро. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.